Ребята, здорово! Мы, значит, на доставку, надеюсь, и сам не плашай. Это произошло чуть-чуть раньше. Видео я собираю вам чуть позже. Алена собралась и вышла, пока еще был не такой жесткий карантин, вышла сама ножками, ладно, машинкой, поехала в Кеша Таамим закупить какой-то продукт. Я вам сейчас буду показывать продукты, но суть в другом. Вот когда ты думаешь о том, как нужно правильно соблюдать карантин, и у меня изначально был вопрос, как продумать всю цепочку логическую обеззараживания. Когда мы смотрим фильмы про АЭС, то есть всякие атомные электростанции, мы видим там чуваки заходят, их обрабатывают, да, потом всю эту одежду они там сжигают, не знаю, и ты понимаешь, ни одна радиация не проскочит там мимо, скорее всего. Но в нашем случае нам говорят постоянно мыть все подряд, да, там ручки, руки и так далее. И вот я вижу на улице, что люди этого вообще не придерживаются. Ну, это как-то получается немножко бессмысленно, поэтому только что мы попытались все это воссоздать, заснять-то не удалось, но то есть сначала Алена пошла в двух масках. Ты была в двух масках? В двух масках. Все, Алена мне рассказала, как все было. Значит, она вышла, у нее было четыре пар перчаток, да, вы не поверите. И сначала она использовала одну перчатку, открыла здесь все двери в подъезде, вышла, села в машину, сняла ее, все, это уже, типа, такое, зараженная перчатка была. Приехала в магаз, одела пару перчаток, взяла тележку, поехала, пособирала все продукты в упаковке сначала. Потом, подойдя к овощам, она сменила эту пару перчаток на новую, ну, видимо, чтобы не заразить никого другого, если она уже насобирала бактерии, вирусы, то есть. Потом, подойдя к кассе, у нее перчатка одна порвалась, и она ее поменяла на другую, и уже там, доставая карточку, расплачиваясь, получается, ну, это случайный был инцидент, что она уже другой перчаткой все это делала, вышла, погрузила в машину, сняла, да, я правильно все, сняла все эти перчатки, приехала домой, одела новые перчатки и с ними уже зашла через все двери к нам сюда. Кто-то из вас такое делал ли, повторял ли, смертельный номер просто. Значит, потом, когда Алена уже зашла сюда, я понимаю, что стоят сумки и у них лямки, то есть, да, вот, ну, теоретически, вот, я смотрю на них, я вижу на них вирусы, на всех этих вещах, ну, и на упаковках теоретически тоже есть что-то, может быть, то есть, люди раскладывают эти вещи в магазинах, очень многое не в перчатках, а самое главное, не в масках, на упаковках тоже, да, вот, сегодня раскладчик, зараженный вирусом, предположим, чихнул, и потом ты взялся за эту упаковку и все такое. Мы распределили вещи на две категории, те, которые нам нужно срочно положить в холодильник, те, которые могут постоять. Те, которые постоять, мы вытащили на балкон, потому что спустя там, через несколько суток теоретически вирус умрет на любой поверхности, поэтому пусть оно там, не знаю, постоит. Потом, места, на которых стояли сумки, пол вот тут и в коридоре, и там на кухне, пришлось все это опусля вытереть и протереть. Все ручки, дверной замок, ключи, карточку, которая расплачивалась Аленой, которую держала в руках этими перчатками, все это спиртиком. Значит, сначала мы завели себе коробочку, карантинная коробочка, вот так вот, она красного цвета, и если мы что-то не успеваем, скажем, сразу обеззаразить, то мы кладем в нее, и она стоит у нас на техническом балконе. Обувь. На обувь мы ничего не трогали, просто поставили вот в этот вот шкаф, и все, и про нее, пока забыли, там ничего не трогаем. Пусть он там отстаивается. Потом, на балкон, когда вы носили эти сумки на балкон, трогали балконную дверь. Те места, которые трогали, я тоже пропшикал спиртиком. Поверхности, на которые выкладывали эти продукты, впоследствии тоже все пшикнули спиртиком. Может быть, я что-то еще забыл. Одежду. Одежду, когда вы снимаете, нужно понимать, вы снимаете ее в заразные перчатки, или уже в незаразных руках. Значит, всю одежду Алена свою еще и постирала. Вот так вот. Ну и мою, в которой я помогал, да, поднимать с машины все это дело. Получается, что я, когда поднимал с машины, все эти сумки, они были тяжелые, они трутся об одежду, трутся об штаны, об кофту. Надо все это постирать срочно. Тем более, что нам пришлось подниматься в лифте из-за тяжелых сумок. Вот такая цепочка целая, огромная. Если это все выполнять каждый раз, то лишний раз выходить вообще никуда не захочется. Все, смотрим дальше наши продукты. Короче, все, что вы придумали, это все-таки не мыть их под мылом, а лучше протереть спиртом. Значит, Алена протирает спиртом. Смотрите, с каким благоговением и прекрасным настроением это делает. А мы показываем, что мы купили. Покупка была большой. Вот это вот, то, что мы продезинфицировали, чтобы это было нам на вечер. Семки от Мартина. Кстати, вы знаете, что даже вот в Испании, в Испании даже покупают эти семки. Но они самые вкусные. Точно такие же. И они тоже говорят, как же мы будем, а этот, магазин в километре от нас, как мы купим семки. И вот такие вот мега чипсы из сметаны и сыра. Дешевые, кстати, но их там мало. Они похожи на советские чипсы львенок. Львенок. Они очень похожи по вкусу на те советские чипсы. Да, кто помнит эти чипсы, вот так вот. Но они уже были, правда, не советские. Они уже были, по-моему, просто украинские. Ну, в мое детство они были советские. Только они назывались не львенок, мы с тобой это говорили. У нас, по-моему, называлась картошка или что-то картоплянка, не знаю. Сметана свали. Я попросил Аленку, купила вот 30-ти процентное. Две штучки. Вот такой мы покупаем сейчас в последнее время. Такое жидкое мыло, вот такое вот. Оно типа как для душа, для ванной, но мы используем по-всякому. Нововское, понятное дело, молоко. Сыр вот такой вот тоже сваля. Чё ты на... Я понял. О, пшикаешь, ну. Короче, вот сыр литовский сваля под названием российский 8,50. Вот такой вот тоже сыр 12,90. Филадельфия раз. По чём у них Филадельфия? 14. По 14? Да, ладно, 14,90. Вот это цена клёвая. Так и дешёвая? Да, да, дешёвая. Это лайт, это обычная. Кстати, что интересно, нужно сказать, что у нас, ну не видно, что цены как-то поднимают на продукты. И вообще правительство сказало, что будут следить и всё такое. Ну, короче, не как вот мы слышим там из Киева, скажем, что гонят цены, загоняют всякие. У нас такого нет. Так, вот такая колбасня, смотрите. Это у нас будет пицца. Это типа папирони такая? Папирони была, не было она. Ладно, 149 шекелей за килограмм, 56 шекелей, вот такой маленький кусочек. Она толстенькая. Ну ладно. Я по весу брала. Йогурт греческий, 9%, натуральный. А, белков 9%, 3.9% это его жирность, тоже сваля. Видите, у нас много свалей появилось. Вернее, она всегда была, но потом исчезла, как только пожиотаж пошёл. Сливки 38% наши. Творог. Наш мешик Цуриэль. Всё. Сколько стоит? А ещё у меня тут цены была на нём. Ну, обычно он 26. Не-не-не, дешевле. Дешевле. Сливки 10% вот. Я их даже в кофе добавляю. Ну, теперь и я. Тоже сваля. Смотри, сегодня свалю завезли как. Да, не было в прошлый раз. Сыр плавленый, 185 грамм, 60% жирности. Сливочный. 1590, я вижу. 32% тнуло, 6.50. А вот эти вот по 8.20. Да, я уже как-то говорила о том, что чем больше жирности у сливок, тем они почему-то дешевле. Ну да, но меньше берут, значит. Крем-чиз, вот такой вот, 1390. Раз уж проводим дезинфекцию, хотя бы одну ещё возьмём и... Возьмём и Алену перетрёт. Вот так вот. Ну, не знаю, видите, мы распределяем наши шансы, как бы вот. Кладём их разные... Кладём яйца в разные корзины, как я люблю говорить. Ладно, показываю, значит, сегодня ещё одну сумку. Вот такие вот... Это не чипсы, это как они называются? Начос. Не, доритос написано. Ну, это начос. Доритос. Вот такие вот. Это Алена кушает, это не я. Фу-фу-фу. О, бекончик это раздобыла. Да. Какой-то бекончик. Мизра. Нифига себе. На туре, ребята. Кошерный, кошерный бекон. Что? Израильский. Израиль изготовляет. Офигеть. А написано Джермани. Слышишь, все дела. Офигеть. Вот так вот, двойные стандарты. Ну, просто это было единственное запакованное. Единственное запакованное бекон. На развес я что-то сейчас пока не хочу брать. Ещё съемки станичные по 17,90. Ой, дорогие. Рошеновские вот такие вот. Я уже говорил как-то про них. 5,90. Мне кажется, очень удачные шоколадки. С разными там орешками, всё такое. Реально. У нас такие или из Европы стоят в два раза дороже. А это что? А, это тайландский рис. Рис. Рис-жасмин. 8,90 килограмм. Барбарис. Барбарис, 11,90. Вот такой вот чумак. Масло подсолнечное 10,90. Желатин. Да. 8,90 желатин. Денис просил купить ему интересных консервов. На, рассказывай. Что это? Это... Что это? Это... Макрель подкопченная. Понимаете? А, нет. Скумбрия. Слушай, а макрель это скумбрия, оказывается? Это скумбрия, да. Офигеть. Я не недавно на рынке так называли, что нет. А я тоже покупал и не знал. И она стоит 8,90. Ну, слушай, немало для... Сейчас какая-то самая дешёвая консерва, которая были. Да. Это сайра, тихоокеанская, натуральная с добавлением масла. Спецзаказ, 9,90. Тут тоже немало, но здесь зато её взял и наелся. Типа вот... Я считаю, я считаю, что это всё равно лучше, чем доширак. Я доширак, во-первых, никогда не ела. Я ела милину. Наверное, тоже не ела. Кто ел в детстве милину Step Life? И я взяла как бы не обычный, а какой-то там. Типа из серии рамена. Желатин ещё один у нас появился. Вот такие вот таблетки для посудомоечной машины. Очень дёшево, странно. 54,90 за 84 таблетки. А достаточно одной таблетки, как мы знаем, за один раз. Так что на 86 постирок нам хватит. Так, ну-ка, сейчас тебя ещё будет придётся. А, ещё чипсы. Ещё семки. Вот это вот называется... Финики мои. Финики по-русски называются 11,90. Аль он утверждает, что это самые вкусные финики вот вообще во всём мире. Грибы. Это что, шампиньоны? Да. 14,90. А, за две сразу. И вот эта вот штука, это такая... Томатная паста. Вот. Томатная паста по 3,90 каждая из них. Я обычно не беру томатную пасту, но так как у меня нету доступа сейчас к моим любимым томатам в собственном соку. Осталось три банки, я их берегу. Ещё одни чипсы и ещё одни семки. Хорошо. Это бумага такая, 17,90. Что же цена такая-то? А зачем она? А что это? Ну, бумага такая для сушей. Это водоросли. Водоросли, да. Чтобы когда я эти доем, буду эти кушать. А вот это вот, как называется? Тортилья. Тортилья. Короче, ребята, это пресный хлеб. 10,90. Ты любишь его на завтрак. Хорошо. Поджаренный. В то время, когда в ваших странах гречку скупают какими-то мешками, у нас вот такие маленькие пачечки, когда мы их видели. 5,90. Куром на смех, я бы сказал. Да, вот такая пачка. Вообще ни о чём. А это что? Тоже чипсы? Осторожно, очень острые чипсы 2,90. Так, вот такие вот перчаточки продают 5,90-100 штук. Такие из полиэтилена. Я даже думаю, можно было бы больше брать. Доширак. Вот он, самый сытный обед, мясной соус стоит, ты говорила, 7 с лишним, да? 7, да, 7,90. Ну, короче, смотрите, за такую порцию не жалко. Ещё одна пачка вот таких вот штучек. Это написано так, икра грибная с белыми грибами. Мне интересно, что не из белых грибов, да, а с... То есть, грибы присутствуют. Нет, ты знаешь, как бы стоила такая банка из белых грибов? Ну, слушай, она стоит 17,90, поэтому не знаю, почему бы и нет. Стеклянная лапша, да, отриот. 10,90. Кикоман, 19,90, но здесь его довольно много. Соевый соус. Это кино, 9,90. Ещё один чумак, вот такая вот, и банка, и ещё один чумак. Огурцы нежин, мы их как-то брали, кстати, нет? Брали, не было тех, которых я люблю. Понятно. А дядя Ваня были только вот такие нагромедные банки. 9,90, вот за такую банку. Бублик хочет, внимание. Это, о, я знаю, что это, это вустерский соус. Я правильно произношу? Ещё раз. Вустер, вустерский, вустарширский, нужно говорить. Вустаршир. Ага, ладно, да. 19,90. Да, мужики, если кто не знает, для чего это, это не постыдно. Всё нормально, я тоже не знаю. Кукуруза сахарная. Ух ты, прикольно. Я тебе купила специальную консерву, интересно. Для рыбалочки, конечно. Ух ты, тут зайчик. Экстра продукт молокосодержащий, сгущённый с сахаром. Но это не сгущённое молоко. 7,90. Ещё одни семки, вы понимаете, что это серьёзно, потому что ещё одна пачка есть. Просто, вы понимаете, бублик хочет вот туда. Вот поэтому он что-то там производит шум. Так, вот это я вижу, нифига себе. Бычки бланшовани в Улии, то есть украинские. И сардины в томатах. Так, давайте поднимемся. Сардины в томатном соусе. Стоит у нас 6,90 и 8,90. Бычки интересно, да. Наверное, сардины всё-таки вкуснее, но бычки интересно. Ты сказал интересных в консерве. Интересных. Всё детство ловил бычков. Мука, штибель. Вот такая вот, 3,90 пачка стоит. Ну, попшикай на меня. У меня заражённая рука. Чёрт. Лимон, ну вот такие большие ещё есть. Из-за того, что я только что трогал чек, пришлось положить его в укромное место и помыть руки. Ладно, ребята, включимся завтра. Пока Бублик будет пытаться достать нашу еду. Бублик, ты сюда хочешь? Он всё-таки запрыгнул сам. Тар-дин, 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 тар-дин. Недовольный, смотрите, Бублик недоволен. За бубенчики трогаем. Бублик. Виртуозно обладел искусством. Так, ребята, день уже следующий, так что всё, в темпе вальса вам показываем быстренько, чтобы не затягивать. Буквально осталось не так уж много, мы основную часть разобрали всё-таки вчера. Что делает Алёна сегодня? Мылит овощи. То есть грязные овощи, их нужно все намылить. Овощи бананы, я вижу. И фрукты. Овощи, что это у нас? Куча морковки, перец. Перец, апельсин. Мандаринчики, да? Мандарин. Мандаринчики. Это помыла большая. Перчик острый. Ага, острый перец. Хорошо. Теперь, чем ты это мылишь? Хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло мылит. Хорошо. Мама купила. Мама купила. А оно убивает коронавирус? Короче, да. Оно хорошо убивает бактерии вообще все. Хорошо. Но это не бактерия. Тебе сейчас напишут. Вирус. Это не бактерия. Вирус тоже убивает. Вирус. Вы ничего не знаете. Вы все советуете людям. Самые профаны. Также никто ничего не знает. И все идут в метод от ПП ошибки. У меня есть еще. Знаете, какая вам рекомендация? Этот сказочный совет. Все это мойте колой. Кстати, может быть. Сто процентов разъедает вирус. Интересно, что дороже, кола или спирт? В вашей стране-то спирт, наверное, дешевле. Так, так, вот, да, еще есть у нас кола зиру. Еще у нас есть томатный сок чумак. Знаете, я бы кровавую Мэри бы сделала. А что ж ты не купила вчера водку? А я не подумала об этом вообще. Ты купила сок и не подумала. Я сразу, ты мне сказала, купила томатный сок. Я ж такой алкоголик, что я обычно всегда думаю про алкоголь. Ты мне сказала, я сразу подумал про Влади Мэри. И вот этот том-ям, это какой-то соус, да? Соус для готов. Окей, 12.90. Вот такой вот чумак на литр 800. Ух ты, странная какая банка. 19.90. Кола у нас сейчас стоит вот такая лимонная. Zero 6.20. Все, и сейчас я вам покажу еще то, что у нас осталось на балкончике. Буквально несколько вещей. Так, у нас тут еще есть картошка, я вижу. Пиво, дом. Вы видите, там есть еще бутылки пива у меня разные. И все похоже, да. Все. А, еще купили вот лук, чеснок, картошку я показал. Брокколи и зелень в холодильнике. Да, все, брокколи и зелень в холодильнике. Это все, что Алена купила вчера. Вот такой вот огромный запас. Ладно, не помню, если вчера показывал. Еще вот такие штуки. Это нури. Нури с васаби. Водоросли, которые кушают отдельно от суш, просто как ништячок такой. Поточить. Все. На этом, ребята, все. Это были наши покупки. Спасибо, что досмотрели. Я не ела мивину, потому что доширака у меня не было. У меня была мивина в детстве. Наверное, в последний раз ела где-то в седьмом или восьмом классе. Да. Но ничего не поменялось. Все как было, так и есть. Будем кушать каждый день? Нет. Нет? Нет. Нет, оно такое, как было раньше. То есть, это не там, как вот эти, да, в Южной Корее показывают, там, рамены, все дела. Может быть, оно такое же, и я баловная. Но я не знаю. Я бы такое каждый день имела. Они странно, да? Они в Южной Корее все время показывают, что покупают, что очень похожее. Угу. И питаются этим реально на постоянку. Ну, смотри, я в детстве тоже мивину ела. У нас-то стоит, получается, семь с лишним. Да. Это где-то два доллара. Это очень долго. Читай, ты можешь за эти деньги купить пачку бариллы. Ну, тут же ж смотри, сытный обед, а не просто только лапша. Как тебе пачки бариллы хватит? Ну, как минимум на три раза, на одного человека. А, ну, тоже, да. Добавь масла, вот у тебя, как бы, уже полноценная еда. А если ты тогда еще сыра потрешь? Ну, не знаю. Но все равно я считаю, что семь с лишним за полноценный сытный обед... Ну, без мяса, ты бы такое не ел бы. Вот ты бы этим бы сказал, а что это такое? Ну, может, там химия как-то восполняет мясо. Приятного вам коронавируса. Приятного вам карантина. Вот так вот. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok